Приветствую вас. И сначала давайте скажем так. Ваш молодой человек сейчас воспринимает драку как что-то такое, что мешает его профессиональной карьере. Соответственно, его переубедить в том, что это не так, а перманентно, то есть вот на данный момент. Вот не получится. Просто потому, что у мужчины уже есть формированный взгляд, у мужчины уже есть комплекс ожиданий, совокупность ожиданий, которые он имеет относительно того, что предстоит ему испытывать в браке с вами. И, конечно, это неприятно, но если вы человека любите, то вам, соответственно, предстоит решить для себя, принимаете ли вы его точку зрения или нет. Значит, что человек говорит вам? Он говорит, что-то я сказал вчера, это вот из текста вашего сообщения. Не значит, что это действительно так, сегодня новый день. Это означает, что у вас есть шанс своим поведением, своим отношением к нему, убедить его в том, со временем, что в браке ничего плохого, ничего негативного, ничего дурного нет. И уж тем более, нет ничего такого, что ограничивало бы мужчину, ограничивало бы, ну, в чём-либо. То есть вам нужно показать ему, что в большинстве брак – это всё то же самое, что у вас сейчас, если вы живёте вместе, только немножечко видоизменённое, видоизменённое с точки зрения официальности отношений. И тут вам нужно просто-напросто последовательно, постепенно ему внушать, внушать, что вы не будете от него больше требовать. Он не будет вам в большей степени должен что-то. Всё останется так, как есть, просто вам хочется быть замужней женщиной. Вот это желание не агрессивно, а постепенно, ласково, ненавязчиво создаётся ему донести. Чтобы он понял, что его жизнь от заключения брака с вами не изменится, но лишь только приобретёт официальный характер. Официальный в том смысле, что изменится как бы юридическая сторона. Другое дело, другое дело, для чего вы хотите замуж? И почему вас не устраивает жить с молодым человеком так, как он хочет? Зачем вы пытаетесь навязать ему своё мнение? Что для вас брак? Почему вы за ним так гонитесь? Почему вы так хотите выйти замуж? Может быть, у вас есть какая-то цель, какая-то потребность, и вы понимаете, что нельзя эту потребность удовлетворять вот таким образом, таким путём. Через взаимодействие с человеком, любым человеком, неважно, какой это человек. Нельзя так делать. Почему нельзя? Потому что в итоге ничего хорошего не получится. Но если она может ощутить, что вы просто им пользуетесь, вы используете его для достижения определенного социального статуса. И если у вас есть какие-то свои личные потребности, то их нужно удовлетворить. Первоначально отделив от потребностей в личных отношениях, то есть это желание быть в члене, делать его счастливым и прочее. И второе, собственно говоря, понятно. А не боитесь ли вы чего-то? Не опасаетесь ли вы чего-то? Не думаете ли вы, что если, допустим, вы не женитесь, что у вас что-то произойдёт? Может быть, у вас есть какие-то проблемы в отношениях? Тут вот коллега пишет, что у вас были ещё вопросы другие по теме. Я их не читал, потому что, ну, предпочитаю решать на вопросы отдельно. Но если у вас есть какие-то подводные камни в отношениях, то их нужно решать. Их, по крайней мере, нужно чётко представлять, чтобы понимать, какие есть проблемы. И браком многие проблемы не решатся. Если уж говорить честно, то практически ни одна проблема не решится с помощью брака. То есть нужно определить для себя, а вот зачем вам, собственно говоря, брак? Почему вы так на нём настаиваете? Что вы в нём видите? И не будете ли вы разочарованы? Если, допустим, у вас получится выйти замуж, да? Не получится ли так, что ваши ожидания не оправдают надежд и разочарования, просто-напросто послушать причиной вашего разрыва с молодым человеком. То есть нужно понять, что для чего вам нужен брак и каковы у вас его ожидания. И тогда уже будет понятно, насколько эти ожидания реальны и правильно ли вы осуществляете свои потребности. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к ногу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.